Юзеф Игнатий Крашевский Юзеф Игнатий Крашевский – известный польский писатель, публицист, историк, художник XIX века. Его вклад в развитие польской литературы просто неоценим. Литературное наследие Крашевского составляет около 600 томов различных трудов, романы и повести, поэтические и драматические произведения, работы по истории, этнографии, публицистики. За это достижение Юзеф Крашевский занесен в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион эпохи гусиного пера. Юзеф Игнатий Крашевский личится поджинальником польской реалистичной литературы. Больше, чем Йону в 19-м стагодии не написал никто. Он автор 600 томов творов на польской мове. Это романы, оповести, подорожи, публицистичные и критичные артикулы. У нас представлены спис творов Юзефа Игнатия Крашевского. Это неполный жестковый спис. Творы, которые были написаны в период с 1830 по 1879 годы. В 20-м стагодии некоторые творы письменника в польской литературе были включены в школьную программу. Однако, говорят, что они надзвучай тяжкие для воспринимания. Тому многие школьники польские их просто-напросто не читали. Одно описание природы часом займало десятки и сотни сторон. Его отец Ян Крашевский был хорунжем Пружанского уезда. И родовым гнездом шляхетского рода Крашевских было отцовское поместье долгое возле Пружан, где прошли детские годы будущего писателя. Сядиба Крашевских у долгим на территории сучасного Пружанского района. Гэта сядиба сгорела подчас Першой Сусветной войны, и уся каштовности так само сгорели. План сядибы у долгим, теперь там ничего нема, на жаль, один зарослый стал невеликий. Романово – еще одно имение, где взрослел Юзеф под опекой бабушки Анны Мальской. Именно оттуда в музей-усадьбу Пружанский палацик были присланы экспонаты для экспозиции, посвященной Юзефу Крашевскому. Копии его картин, фотографий, нот, книги на польском и в переводе на русский и белорусский языки, работы известных художников, выполненные в честь Крашевского. На нашей выставе представлены творы письменника на польской мове, а так само переклады на русскую и белорусскую мову. Сегодня такие переклады вельми актуальны в Беларуси, и навод наш местовый поэт Микола Папека робит переклады некоторых поэм Юзефа Игнация Крашевского на белорусскую мову. Так само у нас представлены медаль до 50-ти годзе творчей деянности письменника. Медаль оригинальная. Юзеф – не единственный талант в семье Крашевских. Два его младших брата тоже достигли высот в творчестве. У семьи Крашевских было 5 детей. Трое сынов стали вельми ведомыми людьми и унесли вельми великий унесок в историю, культуру и литературу. Как я уже сказала, старейшего сына звали Юзефа Игнация Крашевский. Середний сын Крашевских – это Люциан Крашевский. Ведомый мастак и фотомастак, який иллюстровал многие творы своего старейшего брата Юзефа Игнация. Молодший сынов Каэтан Крашевский – это так само ведомый письменник, мастак, композитор и астроном-аматер. У этого человека она была властная обсерватория, где он мог надзирать за зорками. Интересы талантливого и плодовитого писателя не ограничивались литературой. Юзеф Крашевский увлекался археологией, редактировал журналы и газеты, создавал картины, занимался благотворительностью, был достаточно активным в политике. Юзеф Игнации Крашевский – это не только ведомый историк, письменник, мастак, коллекционер, подорожник. У его биографии был такой интересный момент, что когда он жил в Франции, то стал шпионом супраць Германии, супраць Пруссии на корысть Франции. Он продавал французскому правительству планы прусских крепостей, за что он был арештован, некоторый час провел в турме, однако по стану здоровья был вызволен. Юзеф Крашевский интересовался проблемами и жизнью простого крестьянина. Герой его произведений, выписанный до мелочей, автор всегда давал им великолепные психологические характеристики. Еще одной отличительной чертой его романов были необыкновенные описания природы. Он был истинным патриотом, любившим свой народ. Его исторические труды наполнены живостью, превосходным знанием истории Польши, яркостью образов людей описываемой эпохи. Умер Юзеф Игнатий Крашевский 19 апреля 1887 года в гостинице в Женеве. Пахоронен в Кракове в пантеоне заслуженных деятелей культуры. Это отель, где закончился Юзеф Игнатий Крашевский в 1887 году. Ну и, конечно, пахоронен Юзефа Игнатия Крашевского, которое произошло в Кракове. По одних дадзиных у опошней шлях этого человека вышло проводить 3000 человек, а по інших дадзиных аж 5000 человек. Ну, эта личба говорит сама за себе, что этот человек был вельми вядомый для поляков. На самом речу, сегодня вельми вядомая. И когда до нас приезжают экскурсии из Польши, то про этого письменника практически все поляки ведают. На жаль, про беларусов так не скажешь. В этом году 207-я годовщина со дня рождения великого культурного деятеля. Областное молодежное общественное объединение «Источники творчества города Бреста» совместно с Генеральным консульством Республики Польша в Бресте создало проект, целью которого было путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством Юзефа Крашевского. Молодые художники Брещины провели 4 пленера в наиболее значимых для писателя местах – Подляшье и Пружанщине. Завершающим этапом этого невероятно захватывающего странствия стало открытие в музее-усадьбе «Пружанский палацик» выставки «Мастер мысли и слова», на которой художники и участники проекта представили свои работы, совершенно разные, но объединенные одним источником вдохновения, необычайным талантом Юзефа Крашевского. Встава у Пружанским палацику, якая отримала назву «Мастак думки и слова», вандровки по местам Юзефа Крашевского, примиркована до 207 дня народжения Юзефа Крашевского, який отзначался 28 лепеня. Гэта выстава – свой особливый завершальный крок у подорожах молодых мастаков Брэшчины по местам, которые были каштовные и важные для Юзефа Игнация Крашевского. Молодые арт-мастаки провели 4 пленеры на Подляшье и Пружанщине, но и как раз таки выники их творчей деятельности можно оценить на гэта выставе. Тут представлено 20 работ, 20 прац, 28 мастаков с города Брэста. Сама выставка, там представлены работы разного стиля, разного характера, разных техник, что очень здорово, что оказывается одну и ту же тему, тему Малой Родины, можно представить по-разному, и она всегда будет современно звучать. В день открытия выставки художники делились своими впечатлениями от проекта, рассказывали о своих работах. Решил писать его места вживую. Пленер – это живая живопись. Мы, правда, пришлось поискать некоторые места. И все-таки, когда мы нашли, мы все это исследовали, ходили там, лазили, потом поставили тюники и начали работать. Пленерную живопись ничто не заменит. Это живые впечатления, живое видение. И оно отражается в работе. И видно сразу, что оно по-сырому, так сказать, я люблю живопись. Ала Прима – это сходу живопись. И потом уже ничего страшно не добавлять. Это брама или как там рота вот эти. Они немножко расположены за деревьями, но я так скомпоновал, чтобы деревья отступили, и вот открылась взор у зрителя именно этот памятник архитектуры. Честно, получил больше эмоций, когда вот вживую это все увидел и вживую начал писать. В своей работе я отразила увлечение Йозефа Крышевского. Ну, не то, что увлечение, а его детство. Он с 4-х лета жил, естественно, на Томанове. И это его место, да, вот малая родина. Также Йозеф Крышевский очень любил увлекаться астрономией. И в своей работе я соединила вот три вещи. Это усадьбу, это агавы, которые сейчас украшают это место, да, и вот такая изюминка. И его увлечение астрономия, звезды, даже как есть где-то Млечный Путь. Творчество и жизнь Йозефа Игнатия Крышевского всегда будет притягивать молодых творческих деятелей. Ведь он – это необычайный пример плодовитой, беззаветно преданной своему народу искренней, талантливой личности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok